Старший лейтенант полиции Екатерина Колесникова работает в органах внутренних дел с 2006 года. В центр фото-видео фиксации она перешла с 2012 года, как только он образовался. Ее работа заключается в проверке поступившей информации с камер о нарушениях, поскольку каждое нарушение необходимо обработать, сверить данные, после чего вынести по нему постановление. Последующим инспекторам выносится само постановление, которое подписано электронно-цифровой подписью. Оно направляется в электронном виде на почту, а почта уже занимается отправкой, направлением адресату. Все нарушения, которые обрабатывает центр, касаются превышения скоростного режима. Самая большая скорость, которую удалось зафиксировать, составила 209 км в час. Центр фото-видео фиксации начал действовать в нашем регионе с 28 декабря 2011 года. Тогда же на дорогах города появились первые стационарные камеры. Как сам центр, так и коллектив здесь достаточно молодой. В одном из отделов можно увидеть тех сотрудников, которые занимаются обработкой жалоб и предложений, поступающих сюда со всей страны, поскольку камеры фиксируют нарушения и тех, кто бывает в нашем регионе проездом. Эти стопки бумаг – жалобы обращения граждан и организаций, приходящих сюда со всей России. Примерно такой объем документов обрабатывают в день сотрудники этого отдела. Если говорить о количестве стационарных камер, расположенных в нашем регионе, их 47. Но уже до 1 августа этого года камер станет 78. С появлением автоматической фото-видео фиксации ситуация на дорогах региона значительно улучшилась. Вот один из примеров. Северный обход города Рязани, который разводной мост, до установки камер фото-видео фиксации на данном участке произошло более 60 дорожно-транспортных происшествий с механическими, даже с летальным исходом. На данный момент у нас имеется только одно дорожно-транспортное происшествие, где пострадал, погиб гражданин. Эти цифры приведены за учетный период, равный 5 месяцам в год, до установки камер и за аналогичный промежуток времени после их появления. В участке, где осуществляется установка данных камер, мы проводим анализ аварийности данных участков, где произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, где пострадали и погибли люди. Развитие фото-видео фиксации в нашем регионе идет хорошими темпами. Рязанская область стала первой и пока единственной в России, в которой реализуется пилотный проект. Именно у нас частные инвесторы вносят свои денежные средства для развития фото-видео фиксации. И все это делается для повышения безопасности наших граждан. А в некоторых регионах подобных стационарных камер пока даже еще не существует. Существует Продолжение следует...